Здравствуйте! В эфире новости. В студии Айнура Муканова, сурдоперевод Светланы Слесарской. Коротко о главном. Ключевая отрасль о темпах развития обрабатывающей промышленности рассказали на специальном совещании о новых проектах и инвестициях. Подробнее. Заброшенки освоят, сколько участков земли в областном центре остаются пустующими. Какие из них продолжат изымать, доложили Акиму города. Контроль за лекарствами. Цифровая маркировка препаратов теперь обязательно. Что изменится в работе аптек и как это отразится на покупателях. Президент Касым Жомар Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая председатели Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке. Программа визиты предусматривает проведение двухсторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов. Продолжение следует... Обрабатывающая промышленность основа экономического развития региона. В горнодобывающей отрасли сохраняется положительная динамика объемов производства. Машиностроительными предприятиями в этом году планируется увеличение выпуска автомобилей до 95 тысяч единиц. Какие новые проекты реализуют в области и как они повлияют на рост экономики, расскажем в следующем материале. В сфере машиностроения в этом году реализуются пять проектов на сумму более 12 миллиардов тенге. В области начнут производить не только новые модели автомобилей, но и пружины для подвижного железнодорожного состава. Кроме того, в регионе продолжается строительство завода «Кия». Общий объем инвестиций – 90 миллиардов тенге. Крупный проект создаст полторы тысячи новых рабочих мест. В сфере металлургической отрасли, которая занимает более 14%, планируется изготовить 415 тысяч тонн продукции, что превышает фактический объем прошлого года на 5,5%. В текущем году планируется запустить завод по производству чугунного литья стоимостью более 78 миллиардов тенге, мощностью 45 тысяч тонн отливок в год. Проектом предусмотрена отливка блоков, цилиндров и картеров моста для грузовой техники. Технология производства заключается в литье деталей из серого чугуна, который будет ориентирован на вупс чугунных изделий для двигателей внутреннего сгорания и компонентов ведущих мостов. Отмечу, что это только первый этап. В следующем году планируется запуск второго и третьих этапов. Это завод по производству главных передач ведущих мостов и углубление локализации производства балла. Что касается сферы сельского хозяйства, то до конца года будут введены в эксплуатацию ключевые проекты, такие как запуск комплекса по выпуску сыров, фабрики по переработке бобовых культур полного цикла и строительство мельничного комплекса. Намечено строительство завода по глубокой переработке зерна до Кустанай Грейн Индустрии производственной мощностью 415 тысяч тонн в год стоимостью 50 миллиардов тенге и созданием 600 новых рабочих мест. Следующий проект – это строительство производственного комплекса кондитерской столицы ООБНСУ с привлечением инвестиций на сумму 14,3 миллиарда тенге с созданием 260 новых рабочих мест. В целом, реализация данных проектов даст импульс социально-экономическому развитию области. Прокредитованы шесть инвестиционных проектов. Это строительство молочно-товарных ферм, говорят специалисты. В ближайшие два года планируется возведение ещё 10 МТФ в семи регионах области. Для более ускоренного развития экономики важна диверсификация. Необходимо развивать новые направления. Планируя новые производства, необходимо исходить из того, какие товары мы импортируем больше всего на территорию нашей области. Для диверсификации экономики нужна серьёзная аналитическая работа Атамикена совместно с Акиматами. Необходимо постоянно изучать рынок, товары, проводить опросы среди предпринимателей, среди производителей тех или иных производств. Ещё одна сфера, требующая внимания – туризм. В регионе продолжается строительство базы отдыха «Шанрак». Комфортабельные домики и гостиницу возведут рядом с Верхнетовольским водохранилищем. Основное направление для отдыхающих – любительское и спортивное рыболовство. По примерным подсчётам, в течение года базу отдыха будут посещать более 40 тысяч человек. Земельный вопрос обсуждали на аппаратном совещании в городском Акимате. Как получить государственные услуги онлайн и какие участки в городе будут изымать для государственных нужд в следующем материале. 12 государственных услуг оказывает отдел земельных отношений. Всего за первое полугодие положительное решение получили более 2000 граждан. Наиболее частые запросы – постановка на очередь на получение земельного участка, приобретение прав на земельный участок и его продажа. Государственные услуги в большинстве случаев оформляются в электронном формате, говорят специалисты. Для городов областного значения были упразднены государственные услуги предоставления земельного участка для строительства объектов в черте населенного пункта и приобретение прав на земельный участок, который находится в государстве, собственно, не требующий проведения торгов. Обе эти услуги заменены на новую услугу цифрового формата на портале электронного правительства ЕГОВ, приобретение прав на земельный участок в черте города республиканского значения, столицы, городов, областного и районного значения. На вылой данного механизма предоставление первичных прав на земельные участки стало отсеивание заявок на предоставление участков, не соответствующих требованиям генерального плана и проекта детальной тренировки. Помимо сроков, положительным эффектом внесённых законодателем изменений стало и сокращение пакета документов. При первичном предоставлении земельных участков исключена такая документация, как землеустроительный проект и государственный акт. Их заменил кадастровый паспорт объекта недвижимости, который не подлежит утверждению отделам земельных отношений. Наблюдается сокращение числа оказанных услуг по утверждению землеустроительных проектов. Механизм оказания государственной услуги в выдаче разрешения на изменение целевого назначения земельных участков также был изменён законодательством путём передачи функций по оказанию первого этапа госуслуги на портале Е-лицензирования отдела архитектуры и градостроительства. Что также отрицательно сказалось на статистических данных отдела земельных отношений. Отмечу, что ранее до внесения изменений отдел оказывал услугу единолично путём подготовки и рассмотрения заявки на заседание земельной комиссии, направления заявителей электронного заключения, а также подготовки и подписания постановления кемата города. Одним из важных вопросов отметит Аким города Мараджин-Дубаев строительство дороги по улице Рабочая. Однако собственник земельного участка, через которую планируют укладывать асфальтное полотно, не согласен передавать территорию для государственных нужд. Зачем ему эта дорога, если он ничто не сможет сделать? Предлагается сейчас, независимая оценка определила, что это будет дорога стоить, если не ошибаюсь, 35 миллионов тенгетов. Ну, 35-36. Они не соглашаются. На что они рассчитывают? Никто у них не купит, кроме государства. Мы даже вот на это пошли, предлагаем компенсацию и открыть эти 0,5 гектара для того, чтобы открыть движение по рабочим. Не соглашаются. Вот теперь принципиально надо будет, вот они будут сейчас суд подавать, вот я вам скажу так, они потом будут биться за эти 35 миллионов тенге. Потому что это обратно же к общественным интересам, к государственным интересам. Идентичная ситуация и с улицы Шевченко. Что граничит с рынком Салтанат? По словам градоначальника, предприниматели обращаются с просьбой отсрочить решение по освобождению автодороги. Марат Жандуваев подчеркнул, что на этом месте уже в следующем году появятся тротуар, освещение и парковочные места. Айдана Папанина, Алексей Руденко, телеканал Костанай. На 600 человек увеличится региональная квота приема кондасов в РК. Министерством труда и соцзащиты населения вносятся изменения. Так, документ предусматривает увеличение региональной квоты приема кондасов на 600 человек за счет снижения региональной квоты приема перенаселенцев на такое же количество в рамках общеустановленной квоты, говорится в сообщении Минтруда. Потребность в изменении региональных квот обусловлена увеличением численности кондасов, прибывших в трудодефицитные регионы, а это северные регионы. Проект приказа размещен на портале «Открытая НПА» для публичного обсуждения до 16 июля. Напомним, приказы министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кондасов и перенаселенцев на 2024 год установлено в количестве 1403 человека, что на 554 человека больше, чем в прошлом году. В общем, с 1991 года в республику вернулись более 1 миллиона тысяч этнических казахов. Безопасность в пути, спрос на передвижение на поезде в летний период, как правило, повышается. Следовательно, и поток пассажиров увеличится несколько раз. И чтобы сохранить безопасность или предотвратить преступления, сотрудники линейного отдела внутренних дел на станции Костанай усиленно несут службу. Сколько поступать звонков и какие нарушения регистрируют чаще всего, узнаем в следующем сюжете. Безопасность пассажиров – решение внештатных ситуаций, связанных с порядком на вокзалах и железнодорожных путях – одни из немногих обязанностей, что возложены на полицейских линейного отдела. Лето пора непростая, отмечают инспекторы. Спрос на ЖД-билеты в это время, как правило, повышенный. На данный момент мы находимся на станции города Костанай. Станция Костанай включает в себя 20 железнодорожных путей, два из которых считаются пассажиропоточными, где происходит посадка пассажиров. Основными моментами опасными являются, это когда люди приходят, пытаются догнать поезд, пытаются запрыгнуть в поезд, то есть когда дверь уже закрыта. Что является очень опасным, так как случаются травмы в основном зимой, то они падают люди. Самым частым нарушением, что пересекается в пути сотрудники ЛОВД, называют распитие алкогольных напитков. Пассажиры под шафе рискуют быть наказанными, за спиртное, как правило, штрафуют или вовсе снимают с поезда. Нередко в пути, говорят инспекторы, происходят и кражи. Я как начальник отделения криминальной полиции занимаюсь непосредственно раскрытием преступлений. На нашем опыте я расскажу один пример, когда житель города Костанай под предлогом оказания физической помощи собрал группу лиц, молодых парней из числа круга своих знакомых. После чего совершили хищение более 80 рельс марки Д-65 с постаментов железнодорожных путей. В ходе проведения оперативно-розыскных и специальных мероприятий был установлен житель города Костанай. В настоящее время он дал признательные показания и отбывает наказание. Железнодорожные пути – одно из самых опасных мест. Но правилами безопасности граждане не чаще всего пренебрегают, говорят инспекторы. Был у нас случай, когда человек в состоянии алкогольного опьянения решил сократить путь к себе домой и решил пройти под самим составом. Не подозревая опасность, он прошел, залез под состав. После чего состав двинулся с места и перерезал ему две ноги. В настоящее время данный человек инвалид, у него не имеется двух ног, о чем он жалеет. Я с ним не раз разговаривал, он говорит, чтобы больше проводили профилактики с людьми, больше не допускали на железнодорожные пути людей в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание полицейские железнодорожные станции уделяют безопасности детей на железной дороге. Летом они усиленно дежурят и проводят профилактические беседы с родителями. Айнура Муканова, Олег Сытник, телеканал Кустанай. Теперь все лекарственные медикаменты в стране с 1 июля текущего года подлежат обязательной маркировке. Такая мера позволит исключить возможность незаконного оборота. Кустанайская область к новшествам готова, заявляют специалисты. О том, какую пользу принесет нововведение, в материале Маргариты Ивановой. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая десятая упаковка лекарственного препарата в развивающихся странах является контрафактной. Маркировка, в свою очередь, гарантирует потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемого лекарства для лечения. С 1 июля текущего года в нашей стране ввозится обязательная маркировка лекарственных средств. Вступает в законную силу постановление правительства 568, в котором обозначено, что лекарственные средства подлежат обязательной маркировке и прослеживаемости. С какой целью это сделано? Это сделано с целью исключения оборота лекарственных средств, фальсифицированных и контрафактных. У нас в нашей области, наши медицинские организации уже подготовлены, все информационные системы налажены для того, чтобы принимать промаркированный товар. Товар будет маркироваться от производителя непосредственно. Далее маркированный товар поступает на склады дистрибьюторов, а со складов дистрибьютора лекарственные средства маркированные поступают в медицинские организации. И уже в медицинских организациях маркированность и прослеживанность товара позволяет нам отслеживать препараты до пациента. Тема вызывает дискуссии. Пока одни приводят убедительные доводы о пользе новшества, аргументируя о будущем отсутствием контрафакта на рынке, другие задаются вопросом, может ли обязательная маркировка повлиять на цены в аптеках. На данный момент действует приказ о предельных ценах, поэтому всплеска резкого не предвидится. В любом случае есть определенные установленные цены пограничные, и в любом случае фаррокомпания не имеет права их превышать. Также закуп и настройка необходимого оборудования, оно не требует больших материальных затрат, и это в принципе все возможно. Это не должно быть никаких проблем. Система цифровой маркировки лекарственных средств предусматривает применение уникальных цифровых кодов на упаковке каждого лекарственного средства, которые можно отсканировать с помощью камер телефона и проверить подлинность продукции. Есть приложение, называется «Нахтуаным». Оно действует через сотовый телефон. Можете камерой наводиться на вот этот непосредственный QR-код, и там виден весь путь лекарственных средств, откуда он пришел, через какие склады, через какую аптеку был продан. Благодаря цифровой маркировке будет создана цифровая платформа, единый реестр участников оборота рынка лекарств, единый каталог лекарств, а также появится возможность получить статистику оборота лекарств в масштабе страны в режиме реального времени. В зависимости от компьютерных игр, долгое пребывание в интернете, а также влияние социальных сетей становятся причинами частых обращений подростков к психологам. Об этом заявляют врачи, говоря о проблемах здоровья современной молодежи. В медицинском центре «Жастармед» накануне прошел день открытых дверей. Получить консультации психологов или направление к узким специалистам могли как несовершеннолетние, так и их родители. Двери кабинета врачей-терапевтов или психологов здесь открыты всегда. Но сегодня в центре особенный день. Получить многие консультации или рекомендации врачей молодой кустанайцы могли в кратчайшее время. День открытых дверей в «Жастармед» проводят регулярно. Психологы обращаются с проблемами детско-родительских отношений, межличностных конфликтов, обращаются с проблемами буллинга, насилия, еще и с проблематикой лудомании. Особенно игромания очень так остро стоит у родителей. С появлением гаджетов, компьютеров, всех этих мощных технологий вызывает ряд вопросов у родителей по поводу здоровья и сохранения психического здоровья у детей. Многие подростки сегодня не стесняются говорить о проблемах ментального здоровья. И это, говорят врачи, во многом облегчает работу. Чем раньше психологи узнают, что становится причиной тревоги и стрессов молодых людей, тем больше шансов избежать последствий. Нередко за консультациями приходят и родители подростков. Я пришла в молодежный центр здоровья с возможностью оказания бесплатной помощи моему ребенку, моей дочери. Так как репродуктивное здоровье, в настоящее время репродуктивному здоровью уделяется большое внимание. Я хотела бы, чтобы моей дочери были здоровые дети. По возможности проконсультироваться у психолога, ну и терапевта, ну и знать побольше об этой программе. В летний период инспекторы ювенальной полиции работают в усиленном режиме. Ночные рейды проводят регулярно. Подростков, что гуляют после 23.00, отправляют домой или в центры адаптации. А с родителями проводят беседы. Всё для того, чтобы избежать детской преступности. На сегодняшний день у нас за полгода выявлены были случаи около 180 фактов за нахождение в нежилище без сопровождения законов представителей после 23.00 часов. А также за данный период времени у нас были выявлены несовершеннолетние, которые употребляют алкогольные напитки, около 30 фактов на сегодняшний день. Причиной тому является чаще всего это недостаточный контроль со стороны родителей, так как родители не всегда успевают смотреть за своими несовершеннолетними детьми. Некоторые родители не контролируют ситуацию, где находятся их дети. Также некоторые дети, допустим, бывает такое, что обманывают своих родителей, говорят, что где-то находятся у друзей, у родственников. Но на самом деле это не так, в результате чего они выявляются после 23.00 часов на улице без родителей. Врачи, инспекторы и педагоги в один голос напоминают о том, чтобы родители больше обращали внимание на то, чем заняты дети летом. Организовать свой досуг с пользой не помешает и подросткам, и студентам. Ведь именно это спасет от возможных депрессий, стрессов и проблем со здоровьем. На этом все. До свидания.